Я тоже делаю все точно так же, как ты. Но почему у тебя получается хорошо, а у меня получается не очень? Люди женятся, люди разводятся, люди рожают детей, люди сменяют профессию. И вот на вот этих всех переломных моментах информация начинает одна на другую наслаиваться. Потому что человек по старым привычкам еще живет, но уже нужна новая информация. И пирамиды логических уровней нам прекрасно помогают эту информацию обратить на нее внимание, структурировать и поменять в зависимости от тех изменений, которые мы хотим получить. И сейчас мы познакомим вас с концепцией пирамиды логических уровней. Вот в данном случае на рисуночках 1 и 2 находится пирамида логических уровней, когда-то разработанная и на второй, и на третий такие же Робертом, нашим всем дилцем. Великолепным, как нам кажется, что? Методистом. Методистом. Методистом седьмого дня. Итак, о чем же нам говорит или на основе чего собственно создано и зачем создана вот эта самая пирамиды логических уровней? Дело в том, что мы в любом случае оперируем информацией. Мы живем информацией. И эту информацию, когда она навалена просто в кучу, зачастую происходят сбои. Ну, когда мы переходим из одних социальных ролей в другие, там, закончил человек университет и стоит на пороге выбора профессии, да, многие теряются, потому что было все предусмотрено, а как закончили университет, потерялись. Люди женятся, люди разводятся, люди рожают детей, люди сменяют профессию. И вот на вот этих всех переломных моментах происходит такое, ну, информация начинает, ну, одна на другую наслаиваться, потому что человек по старым привычкам еще живет, но уже нужна новая информация. И пирамиды логических уровней нам прекрасно помогают эту информацию действительно обратить на нее внимание, структурировать и поменять в зависимости от тех изменений, которые мы хотим получить. Ну, например, изменения на уровне окружения, они происходят постоянно. Постоянно, мы постоянно что-то приобретаем, что-то, я не знаю, выкидываем, передвигаем. Слайд, давай, уровень окружения, он как раз показывает нам, что же такое действительно окружение. То есть, это наши внешние границы возможностей, это конкретик, это то, что нас окружает. Вот, смотрите, стакан. Однако, согласитесь, вот я сейчас выпью воду, и мне понадобится другая вода. Уровень окружения. Уровень окружения. Вот, смотрите. Если ты выпьешь, то это поведение. Ну, да, но я согласен, но с водой-то что-то произойдет. Да. Ботиночки. Сносились. Пиджачок. Помялся. Окружение легко меняется. И зачастую, зачастую, действительно, окружение – это вещи, которые есть. Это места, которые есть. Это иногда люди, которые нас окружают. Несомненно, это тоже уровень окружения. Люди и места, в которых мы, и время, и время суток, время года – всё это окружение. И когда ребёночек рождается, у него есть только окружение. Более того, в некоторых случаях он даже тело своё иногда воспринимает как окружение. Телом мы, когда рождаемся, не владеем. Там действительно такие, какие-то рефлекторные вещи есть, а при этом ребёнок совершенно не может ни ручками, ни ножками, ни повернуться, ни перевернуться. Это вообще трэш. Это жесть. И постепенно, реально, это великий труд. Вот мы сейчас наблюдаем. Первое уже забылось, насколько это великий труд – освоить своё тело. Это огромнейший труд. Просто, элементарно владеть своими руками, ногами, спиной, головой, мимикой. То есть, это вот всё осваивается. Это уровень поведения. Поведение наращивается, прям нарабатывается. Причём, казалось бы, простое. Для нас примитивные вещи – рукой что-то взять, переставить, оперировать предметами. Для ребёнка это подвиг. Этому нужно ещё научиться. После чего… Освоить своё окружение. Освоить окружение. Начать им манипулировать. Да, потому что вот даже заметьте, как меняются наши возможности по окружению. Сначала наше окружение – это что? Это постель мамы. Мамина, ну где ребёночек сидит с мамой. Люлечка. Ну, если с мамой. Если с мамой. А так, люлечка. Люлечка. Затем это уже комната. Да? И затем это что? Это вторая комната. Это квартира. Ну да, пространство расширяется. Это пространство. Пространство расширяется. Количество людей допускается до ребёнка всё больше и больше. Всё больше и больше, да. Вначале не допускается никто. Вот оно. Транспорт, метро, машины. Всё это. Еда. Школа. А затем ребёнок начинает осваивать уровень поведения. И этот уровень поведения – это уже уровень, в том числе, владения собственным телом. Сидеть, лежать. Ходить. Звонить. Читать. Произносить звуки. Да, да, да. Читать тут это, конечно, уже… Не, 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 не. Читать не то. Да, да, да. Смотреть. Самые простые, да. Смотреть, произносить звуки. Не просто говорить, да, а именно произносить звуки. Там шевелить руками, двигаться, сидеть. Перемещаться в пространстве, ходить. И впоследствии эти простые паттерны – ходить, смотреть, говорить – они уже становятся основой способностей. Они начинают сводиться в алгоритмы. Коммуницировать. Мотивировать себя. Дисциплинированно заниматься чем-то. Читать. На тему вопросов. Если на уровне окружения – это кто, что, где, когда, на уровне поведения – что делаю, а на уровне способностей – как я это делаю? И именно способности являются основой модели-ра-ва-ни-я в нейролингвистическом программировании. Потому что вот все, что мы моделируем практически в нейролингвистическом программировании – это практически уровень способности. Понимаете? Но я думаю, вы часто встречались с тем, что на уровне поведения человек вроде делает, да я все точно так же делаю. Я вообще, я вот исключительно, я тоже делаю вот все вот точно так же, как ты. Но почему у тебя получается хорошо, а у меня получается не очень? А потому, что действительно, вот если можно так выразиться, уровень способностей, это уровень, ну давайте скажу так, рецептов. Рецептов по приготовлению алгоритмов. Алгоритм по приготовлению еды. Ну то есть вот смотрите, что нам нужно? Нам нужны ингредиенты, нужное количество. И их взаимодействие между собой. И их взаимодействие, сочетание. Потому что вот даже если мы возьмем правильные ингредиенты, ну не знаю, там мука, яйца, соль. Но, например, масло, допустим еще. Масло, мука, яйца, соль. И допустим, допустим мы возьмем неправильное количество ингредиентов. И смешаем их в неправильной последовательности. Не-не-не, подожди, я сначала про количество говорю. То есть мы возьмем килограмм соли, да, 100 грамм муки, например... 800 яиц? 800 яиц. Хорошо, на столовом яйце масло и воды, например, добавим... На столовой ложке. На столовую ложку, на столовом ноже масло, масло на столовом ноже. Ага. Вот. И добавим туда, ну, например, чайную ложку воды. Да. Что у нас получится? Яичница. Да не факт, что яичница, потому что там килограмм соли будет. А, да. Да. Вот. Но нужна же еще последовательность, понимаете? То есть нам нужно что? Взбить, не знаю, там яйца, да? Или нет, не взбить. Нам нужно мука добавить в нее. Что сначала нужно добавить в муку? Яйца. Яйца. Ну, смотри, какое тесто мы делаем. Потом воду, да? Потом я не знаю. Нет, я не знаю, что ты делаешь. Я тоже не знаю, что я делаю. Хорошо. Значит, в муку добавляем яйцо, добавляем соль, масло и... И месим. И месим. А потом мы это засовываем куда? В духовку. Да? Ну, ладно. Допустим. Хорошо. А ты куда планировала? Нет, если ты такое тесто делаешь, то это на какие-нибудь пельмени, или что-нибудь так, лапша. Лапша, да. Потом, значит, раскатываем и режем. И теперь представьте себе, что мы по-другому это решили сделать. Решили муку порезать. Сначала муку порезать. Потом, потом что? Потом все это кинуть в воду. Да, эту муку. Мы ее порезали, кинули в воду. Потом добавили яйцо. Не то получается совсем. Ну, как бы, вот не факт, что получится лапша. Понимаете? Разве что случайно. То есть, иными словами, иными словами, вот, они наши стратегии. И то, как мы принимаем решения, то, как мы мотивируем себя, то, как мы питаемся, то, как мы строим карьеру, то, как мы строим отношения, это все действительно стратегии. И они отличаются у разных людей. Вот, ну, например, как ты коммуницируешь с людьми? Как ты договариваешься с людьми? Мне вот интересно. Как договариваешься с людьми? Да. Я предполагаю, что для них важно, что для них значимо. И начинаю с учетом того, что важно и значимо мне, с учетом того, что важно и значимо им, искать способы того, как реализовать удовлетворение моих и их критериев. Ишь ты. То есть, ты предполагаешь, что нужно для людей? Да. Как интересно. Так вот. У разных людей отличаются стратегии. Идем дальше. Ценности. Потому что из наших стратегий, из того, как мы общаемся, начинают потихонечку формироваться наши ценности. По сути, они формируются. Вот мы живем, да, и часть критериев и ценностей мы берем от родителей. Потому что они говорят так правильно, так неправильно. Это значимо, это незначимо. Это ерунда какая-то. И мы такие хоп-хоп-хоп и определили для себя критерии, да, что есть. Потом мы начинаем общаться в школе, с друзьями, там смотреть фильмы. И там свои критерии начинают показываться. И мы из всего предложенного ассортимента выбираем те, которые для нас наиболее, ну не знаю, зашли. Если мы умеем, если мы с детства учимся коммуницировать, то вполне естественно, общение становится для нас значимым. Да. Как критерий, как ценность. Несомненно. Если мы с детства читаем, то тогда для нас становится... Чтение значимо. Я говорю даже не про чтение, а, наверное, интерес, любопытство, начитанность, интеллект. Ну, например, да. Нет, ну тогда общение, если мы любим общаться с детства, соответственно, там, не знаю, комфорт, какую-то радость, удовлетворение. Наверное, вот это. Ну, предположительно, да? Предположительно. И, наконец, действительно, из наших ценностей формируется уже наше идентичность. Формируется то, кем мы считаем себя. Формируются наши социальные роли. Формируется наша идентификация. То есть то, кем мы себя считаем. И если ценности и критерии отвечают на вопрос во имя чего, зачем, то здесь это вопрос кто я? Кто я? И уже исходя из этого, мы начинаем действительно позиционировать, прости господи, себя относительно окружающего мира. Это и социальные роли, которые мы занимаем в социуме, но и в том числе, кем и как мы себя воспринимаем сами. Потому что если человек говорит, я как лошадь... В чем лошадь, господи? Пашу как лошадь. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Вот, понимаете, если человек так начинает о себе думать, то это автоматически начинает сказываться на него и остальных логических уровнях, которые находятся внизу. Естественно. Но вместе с тем обратите внимание, что наша социальная сфера вот странным образом, это по большому счету и есть наша духовность. Так и есть. То есть все, потому что вот с этой точки зрения мне очень понравилось, как когда-то сказал о миссии Роберт Дилтс. Миссия – это совокупность вторых позиций, больших систем по отношению к тебе. То есть частью, чего ты являешься и как это действительно смотрит на тебя. Потому что вот вчера мы практически с вами прошлись, обратите внимание, по многим источникам наших ценностей и источникам наших ресурсов. Места. События. Это же то самое окружение, за которым стоят наши ценности. Поведение. То, что тебе нравится делать. Это тоже. Наши умения, наши сильные стороны, которые являются как нашими умениями в жизни, так и нашими ценностями. И, наконец, источник наших ценностей – это то, что мы вам не можем показать, но то, что является верхней частью. Представьте себе, что над той пирамидой находится еще одна пирамида. И да, вот как Коля показывает, перевернутая. Покажи мне еще раз. И вот здесь вот тоже есть свои логические уровни, что оказывает влияние на наши ценности. Давай я покажу вот эту пирамиду, чтобы по ней сразу ориентироваться. И вот там вместо миссии там находится еще одна пирамида. Которая свое вот это вот пересечение имеет на уровне идентичности. Вот выше, там, где миссия, да, здесь изображена, там вот эта верхняя пирамида. Верхняя пирамида, там связь идет вот таким вот образом. Слой сюда, связан со слоем здесь. И сейчас мы это объясним. Итак, смотрите. С одной стороны, вот все наши окружения, поведения, способности, убеждения, ценности являются частью нашей идентичности. С другой стороны, наша идентичность является уже частью вот этой вот более больших систем. И на первом месте это, конечно же, стоят наши родители. Наши родители. И вот то, о чем мы говорили вчера. То, что ты взял от одной семьи и то, что ты взял от другой. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и сообщите нам темы, по которым вы хотите услышать наше новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok